Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Комменбай. 10 дней назад я разместил на своем канале видео о честном обзоре дымоходов компании Феррум. Да, именно Феррум, а не Крафт. И 3 дня назад я его удалил. Почему я это сделал, объясняю. Республика Беларусь, она маленькая, и продавцы в магазинах начали указывать на вот эти детали, которые я разместил, и показывать, что это худшая продукция, чем они продают. Но я же замечательно знаю, что они продают худшую продукцию. И я с этим, конечно, смириться не смог, когда товар, который худше, приподнялся вам как худший. Нет, по этой лишь причине я его удалил. Не мог я просто так взять и оставить, чтобы это видео не увидел, потому что я его, я когда делаю обзор, я показываю с точки зрения, в первую очередь, монтажника, потому что я знаю те детали, которые не знают продавцы. Ну и, конечно, для вас это важно. Конечно, я хочу извиняться перед самими подписчиками, которые писали комментарии. Ну и, конечно, сейчас я дам информацию для того, чтобы уменьшить количество хороших комментариев. То, что я удалил видео, это полностью моя инициатива на 100%. За все 10 дней ни одной информации о том, чтобы я изменил видео, либо его удалил от компании, универсал не поступило. Я за здоровую конкуренцию, я, конечно, за честную конкуренцию. И при помощи моего видео худшую продукцию продавать не будут. Всего приятного и информативного вам просмотра. И, конечно, пишите комментарии, не отключайтесь. Смотрим полностью весь обзор дымоходов Ferrum. У нас идет продолжение обзора именно по заводу Ferrum, по их продукции. Я знаком с этой продукцией, но как потребитель, конечно, возможно, нет. И в одном из комментариев меня попросили, чтобы я показал продукцию данной компании. Выпускается одностенный, двухстенный, очень большой номенклатуры. Много-много товаров, много продукции. Сейчас я видеокамеру переверну для того, чтобы вам показать, какая продукция, во-первых, и на какие вещи надо уделить внимание. И сравню также то, что у нас в Беларуси производится, и то, что производит данная компания. Потому что есть такие вещи эксклюзивные, которые она производит только одна. Так, давайте поначалу. Во-первых, самый простой элемент – это неутепленная труба. С ней много есть обзоров, никаких вопросов. То есть стандартный здесь раструб идет плюс, с обратной стороны идет минус. Это труба с толщиной металла 0,8 мм. Ничего с ней поговорить не надо. Обратил внимание на то, что компания выпускает несколько сегментов. У нее есть вот такой трехсегментный угол 90, и есть четырехсегментный угол 90. Я сторонник четырехсегментников. Но сюда принесли трехсегментный угол. Но при этом я обратил внимание, он производственным целый стеллаж был. Четырехсегментными углами. И мне сказали, что по цене он ничем не отличается. Поэтому если у вас есть возможность, есть желание поставить, ставьте лучше четырехсегментный угол, чем трехсегментный. У него тоже есть минусы при монтаже, у четырехсегментника. Но для аэродинамики лучше поставить угол с тысяч четырехсегментов. Дальше у нас идет вот такой тройник. То есть это классическая сборка конденсата Вернее сказать, сборка дымохода Угол 90, он вставляется сюда У меня одна рука, поэтому я буду Так что показывать приблизительно И дальше стоит у нас тройник Вот этот тройник, он ценно тянутый Здесь Так вот вытягивают Очень много плюсов Говорю, в Европе делают такие вещи А у нас в Беларуси никто не делает То есть здесь Один плюс, то что нет Вот здесь точечные сварки И при монтаже, по крайней мере я при монтаже Обрабатываю герметиком с внутренней стороны Да, я это делаю для того, чтобы потом Со временем здесь не вытекал Никакой конденсат Помимо этого, то есть при производстве Они гораздо легче Здесь патрубок потом приварили Сваркой прошли и стоит Внизу у них Сборники конденсата Сборники конденсата разные Здесь я вижу, а сборник не принесли А, вот сборник конденсата Тоже отличается Выдавливают и запрессовывают То есть никакой сварки здесь нету Никакого аргона Видите, такую окоемку выдавливают И потом запрессовывают таким вот сегментом Окей, вопросов нет Говорят, что не текут Не знаю Но с того времени, как начали их продавать Рекламации По крайней мере производитель, что у них говорит Нету Отлично Это тоже отличительные такие черты данной продукции У нас вопрос в прошлом видео был по муфте Плюс-плюс Вот такая муфта, которая ставится на банную печку И дальше собирается все по конденсату Вот эта вот отбортовща, которая говорит Не обращайте на нее внимания Она больше нужна для газовых котлов И под газоплотную резинку Она не для того, чтобы туда герметик положили Нет Ее можно еще использовать по-другому Но об этих секретах подписывайтесь на мой канал Буду потом рассказывать со временем Довольно интересно И так У них шиберные заслонки также интересные Вот здесь все проварено внизу И плюс стоит Вот такой вот сегмент То есть для того, чтобы не было лишнего проворачивания То есть назад, сюда Также вот этот вот сегмент У меня есть люди, которые отгибают ее обратно Для того, чтобы выход дыма был меньше Это делают целенаправленно Все равно, смотрите, зазоры есть Даже если перекрыть, то будет выходить Но по строительной норме, по крайней мере по пожарным Должна быть открыта Если я не ошибаюсь, 50 миллиметров Ну, разные данные У меня есть, что и 25% площади Ну, не важно Должен быть выход газа Чтобы не угореть Ни в коем случае Не закрыться И вот эта вот шиберная заслонка Я иногда их ставлю Задвижка Это именно тот сегмент Который можете ставить смело Почему? Объясню Вот эти задвижки Это только вот этого производителя Ну, кто-то может сделать такой же Буду говорить, что их можно ставить Вот этот вот сегмент То есть Шиберную заслонку Если вы собираете утепленную трубу Вы начинаете нагружать Вот этот вот элемент И когда обычные шибера ставят То Дымоход давит сюда И вот эту шиберную заслонку Ее просто клинит Поэтому я Не ставлю И в Беларуси нет такого производителя Который бы делал нормально Вот эти вот задвижки И в России тоже Они, по-моему, только одни делают Такие вещи То есть спокойно можно становиться На нее Я сейчас стою И видите Она ходит И никаких вопросов нет В остальных случаях Их клинит И очень серьезно Ну, вообще, я скажу так Я не сторонник таких вещей Потому что Объясню сейчас Здесь идет много сегментов Вот один сегмент соединяется Второй То есть, возможно На банках большие температуры Конденсата не будет Но если вы ставите там Газогенератор на какую-нибудь печку Я не советую Такие вещи ставить Там не ставлю Потому что Сочленение многих сегментов идет И конденсат Возможно где-то выльется А может быть и нет Но экспериментировать я не буду Поэтому я ставлю Вот такие вот вещи Чтобы потом Не приезжать заказчику И не переделывать работу Также интересные у них Насадки нижние Она идет такая коротенькая Обращайте внимание Она не утепленная Почему не утепленная? Потому что она короткая Это вот расстояние минимальное И сюда уже утеплитель Он не провалится Когда вы берете Грубо говоря Есть такие насадки Такие вот нижние Они идут В неутепленном исполнении И что происходит потом? Происходит следующее Ватт начинает оседать Поэтому если у вас Высокие насадки То берите его с утеплением Если это утепленная Была она длинная Ну надо было утеплить Потом труба пошла Я ее покажу Вон мне там ее собрали И затем идет Вот такой оголовок Да Он не утепленный Ну я не сторонник Таких вещей Я за утепление Все А еще очень такой важный сегмент У меня очень часто спрашивают Про тройник под 45 градусов Если у вас У меня на обзорах есть Тройники с противоконденсатной юбкой Когда вот здесь вот Я сделаю ссылочку внизу Юбочка стоит Благодаря которой Конденсат отправляется по сторонам И сюда ничего не затекает Но это эксклюзивные варианты Они в массовой продаже Их нету Поэтому если Нормальный производитель То он будет собирать Обязательно эту систему По конденсату Потому что конденсат Который стекает Он может вытечь Вот здесь И стекать начнет А здесь у вас Как правило Система собирает по дыму Тогда у вас проблема Он может здесь вот потечь Поэтому Собирайте все по конденсату Если у вас нету Противоконденсатной юбки Там То все собирайте Таким вот образом И будет уходить все вниз Все Ну а там уже Как правило Сгорает до топки Ну если хотите Еще загнаться То поставьте Противоконденсатную Противоконденсатную вставку И все у вас будет Достаточно хорошо И герметично По грибкам Вот эта вот Насадка верхняя пошла И грибок Эти вещи все продаются отдельно Не надо Покупать насадку верхнюю С грибком Это не работает У вас будут проблемы Вот эта вот Часть Крышка Она Выдавлена Ну очень хорошо Поэтому вот у меня Вопросы нет У тех которые есть Я вам сказал Вот эти крепежные элементы По ним тоже Так можно много разговаривать Снержавейки И самое что интересно Они делают Из 304 марки стали Вот эти вот Все крепежные элементы Здесь конечно Все хорошо Дополнительно Здесь вот Есть овальные трубы Заказные элементы Все Тоже смотрите Выдавливают Видите Выдавливают И потом система Пошла по конденсату То есть это где-то Возможно по квартирной Какое-то отопление Либо что-то похожее Так Шибера Также есть Смотрю Вот здесь какой-то Шибер Да В выцепленном Варианте Есть И Переходники Цельно тянутые Тоже Большая Большая Очень амплатура По овальным Трубам Ну я уже сказал Что ограничены В производстве 120-240 Размеры И второй размер Идет у них 100 на 200 Объясняю Когда вы собираете Кирпичную кладку Вернее Когда начинаете Загильзовывать Потому что Вот это вот овалы Они предназначены Когда уже кирпичная кладка И существует Как правило И вот этот овал 120 на 240 Вероятность На 90% Что вы ее просто Не вставите Объясняю Я не говорю Это по ГОСТу сделано По ГОСТу Там 140-270 Если не ошибаюсь Размер Должно все входить Но из практики Этот размер 120-230 120-240 110-250 Потому что Кладут кладку По-разному Разные руки И с этой трубой Также будете ограничены Потому что Это не самый лучший вариант Для гильзовки 100 на 200 Да Но это как правило До 150 диаметра Вот с этим овалом Возможно будут проблемы Поэтому если вы решили Его купить Не спешите Проверьте свою Кирпичную кладку А также идет С раструбом Все Раструб Минус Дополнительно Развальцовывать То есть еще Какая-то операция Делать Это удобно Для монтажа Развальцовка Состыковывать легче Еще пару коробочек Утепленные элементы Сейчас я вам вскрою Здесь ППУшка уцепленная Вернее с минериту Сейчас я вам покажу Вот это вот тройник Все идет В таких вот упаковках От целлофана В следующем году Полностью откажутся До последней партии Которые остались Все будет идти В упаковках Так Сегмент Тройник Под 45 градусов Есть ли к чему Придраться Я сейчас посмотрю Ну вернее Не придраться А сделать честный обзор Для этого я здесь Так Система вся собирается По конденсату Здесь во внутрь Но здесь по дыму Внутри все в порядке Да Тоже минус Плюс И здесь выходит Да Отлично Сейчас посмотрю Единственное что Минус или плюс Не знаю Вот это трубы Но здесь Собирается система Растровом Почему Потому что Когда вы ставите сюда Участок трубы Если собрать по другому То появляется Дождь когда идет Он начинает затекать Об этом я не знаю Есть ли у меня видео Наверное я раньше Выпущу скорее всего Вот это Сегмент по ферму Буду заканчивать С конец этого года У меня есть специальное видео Которое мне объясняет Когда система Собрана наоборот То вода Когда течет Она начинает Стекать вниз То есть Вопросы решаемы Да Можно герметиком промазать Можно поставить Кольцо уплотнения Но я пришел к тому Что это должна быть Плюсовая часть А внизу Не могу понять Если честно Минус или плюс Должен быть минус По конденсату Да Минус Вот это минусовая часть Ну это так должно быть Так есть Цилиндр Труба отцентрована 0,8 Ну вот так это выглядит Здесь все прячут Здесь Вот смотрите Здесь противоконденсатной юбки нету Проварено все Если собрать все по другому То конденсат высечет Тогда у вас Вот в этом месте Понимаете Поэтому вот эта система Должна собираться Если без конденсационной юбки По конденсату Это правильно Так Здесь у нас идет Тройник Под 90 градусов Так Феррум 0,5 Нержавейка 115 на 200 Я в свое время Когда еще на рынке торговал Единственный производитель Который состыковывался С моей трубой 115 на 200 Да Это тоже есть Потому что покупали В России трубы Везли Потом нечем было докупутовывать Приходили на рынок А там нарывались на меня Потому что я один из единственных Кто торговался 115 на 200 диаметра Обычно все торговали 115 на 180 Так Система Вот так Это будет правильно По конденсату Внутреннее Наружнее По дыму Окей Вот смотрите Здесь уже вытянуто Все красиво И внутренне Тоже вытянуто Да Здесь вопросов Вообще никаких нету Супер Вот здесь тоже По конденсату Они собирают А вот этот сегмент Если здесь надо Обращать внимание На то Чтобы по конденсату Собиралось То здесь можете пропустить Потому что Труба найдет уже Наружу Здесь вот стык будет И сюда затекать Ничего не будет Здесь если собрать Вот этот наружный кожух По конденсату Будут По конденсату Будут проблемы Поэтому здесь надо По дыму А внутренне по конденсату А здесь не важно Но это как правило Делает стандартную продукцию Потому что не ограничено Сюда насадка вставляется Это уже зависит Больше от монтажника Как он будет выходить Из положения И угол 90 градусов Тоже наш 1600 Вернее 600 градусов В конце видео Обязательно про него расскажу И угол 90 градусов Вот он Вот так должен выглядеть Угол 90 градусов Объясняю Четырехсегментник На данном предприятии Делать и трехсегменты И четырехсегменты То есть в этом Не уцепленной на столе У нас когда был на обзоре Был трехсегментник Ну я до этого спрашивал Они делали четырехсегментник Никаких вопросов нету Плюс-минус И внутренне то же самое То есть по конденсату Значит там наоборот будет И ППУшка Которая реально заслуживает Уважения Вот такая из минерита Вот такая из минерита Довольно тяжелая Но это один из самых безопасных узлов Снизу у нее сделан экран Здесь указания Внимание Термоснипы Чего придерживаются Отверстия в каждом углу Раз, два, три, четыре Заклепки Прикручивают При помощи заклепки К минериту Собраны через уголки Но скажу так Я так же все делаю В ручном варианте Не в готовом Такие вот короба Безопасный вариант Реально из минерита Узел безопасный И здесь внутри оцинковка Единственное что При этом варианте Ограничены при монтаже Потому что у вас От печки Сейчас как правило До центра Если мы возьмем банную печку До центра трубы Если смещена там 15 сантиметров Здесь реально До центра 30 сантиметров То есть вам надо ее ставить Немножко правее И уходить углами 45 градусниками Либо 30 градусниками Вот единственное что Минус когда она идет В собранном варианте То что вы ограничены При работе Но если мы возьмем там Другую печку Там Которая Не 80% рынка Они вполне достойные И спокойно можно ставить На баню Или это безопасный вариант И вот инструкция По установке Все довольно достойно Варианты сборки Верх ногами Вот она Также у них есть Неутепленные варианты С таким Она разборная Вообще идет 4 Крайне мере Я когда монтировал Экран отдельно И отдельно 4 стеночки Которые собираются на месте Вы здесь На том противопожарном узле Можете сместиться В сторону Даже обрезать легче Она более универсальная С этой ППУшки Прежде чем ее ставить Надо сделать определенные замеры Об этом тоже Не забывайте Потому что Вот эту полку Даже можно срезать Вот эту полку Реально можно срезать Сместиться в сторону Но вы тогда на экране потеряете Это вам такие монтажные советы Но с ней тоже можно ее дорабатывать Запомните Что безвыходных ситуаций нету Всегда можно решить Определенные проблемы Когда есть руки И желание исправить Все И дальше Идем мы дальше Хомуты Хомуты стяжные Сейчас пойдем И покажу Какие трубы они делают Вот эта утепленная труба 115 на 200 Это экспериментальная Вот труба С керамическим молокном Вот труба С набивкой С автоматическим Со 150 килограммом Вермикулит По-моему Они уже отказались От нее делать И вот эти вот маты Изоволовские Которые монтируют Тоже на определенных диаметрах Узнаете Что есть дымоходы Из нержавеющей стали Смотрите на производителя При покупке Смотрите Товар Не покупайте Повыбирайте Посмотрите Сделайте определенные выборы Потому что сейчас В системах дымоудаления Огромный рынок Большой рынок И он растет И обман Есть кругом обман Поэтому Еще раз говорю Прежде чем купить Проверьте И знал За что он будет платить За что он будет переплачивать 5, 10, 15% Да За конечно За качество Вы будете платить За качество Я для себя Сделал очень много Выводов И это то предприятие На которое Я считаю Что надо равняться Мощность Позволяет Менять продукцию Мощность Позволяет Произвести продукцию Разной толщины металла Разной набивки Никаких секретов Большое спасибо Руководителям Компании Эферу За то что Меня пригласили Потому что Здесь уже никого нету А я заканчиваю Видео Все С вами был Дмитрий Михайлов Comment by Подписывайтесь на мой канал До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...